И смотрите, сколько золота мне дали за этого большого босса, офигеть! Что я сделал? Что я сделал? Зачем я это сделал? И, ребята, он становится золотым! Золотой Карл! Всем привет, ребят! С вами Слит, и сегодня мы пограем с вами в Зомб СО. Почему мы сегодня в неё пограем? Потому что здесь вышло новое обновление, в котором добавили вот такую вот башеньку. Она немножко похожа на поршень из Майнкрафта, потому что у неё выталкивается вот этот вот элемент, и тем самым она уничтожает зомби на очень близком расстоянии от себя, поэтому она является такой рукопашной башней, если можно так сказать. Вот, мы сейчас это всё протестим, посмотрим. Также здесь появился какой-то рейтинг, какие-то новые зомби. Это всё мы тоже посмотрим. Надеюсь, что посмотрим, потому что меня там могут легко убить. Что первым делом нам нужно сделать? Нам нужно накопить много ресурсов, зайти в магазин и включить нашего Пета, точнее экипировать. Вот он у нас появился. О, смотрите, раньше не писали то, что у него первый уровень, а теперь пишут. Это хорошо. То есть мы знаем, какой у неё, у него уровень, у неё, а может быть и у неё, почему бы и нет. Мне бы не помешала с собой девушка, девушка. Надеюсь, что мой Пета-то девушка. Либо вместо Пета лучше девушку бы сделали, чтобы за мной ходила и готовила мне борщ. Давайте добывать камень, добывать дерево. Вот, и потихоньку уже, уже, уже ставить вот эту золотую, золотую башню. С помощью которой мы будем уже потихоньку начинать выживать на этом сервере, накапливать много опыта, очков и так далее. Что можно вообще сказать об этой игре? Она сейчас находится, наверное, на самом пике развития, потому что она активно рекламируется разработчиком. В неё много сейчас кто играет. Правда, я особо, не особо в неё играю, потому что, ну, как бы, каждому человеку нравится свой жанр в его играх, поэтому нельзя критиковать того или иного человека, поэтому каждый выбирает игру под себя. Мне игра эта лично не очень понравилась, потому что здесь как-то она, всё очень долго происходит. То есть ты должен постоянно ждать, пока эти зомби придут. То есть, ну, экшена не так много, но он есть, конечно же, есть, вот, только нужно постоянно ждать, ждать, ждать и ждать. То есть игра очень-очень долго длится, мне это не очень нравится. Пятая точка начинает болеть, когда я долго сижу за компьютером, поэтому мне эта игрушка не совсем по душе, не по попе. Не на мою попу эта сделана игра. Но всё равно, ребят, я постараюсь, постараюсь, надеюсь, что моя попа на меня так сильно не обидится сегодня, и мы сегодня проживём подольше. Так, утилити, что тут у нас есть? А, мы же шапочку ещё можем надеть, шапулечку. Правда, она жалко ничего не даёт, но зато украшает, украшает вид нашего персонажа, потому что кругляшок это не очень круто. Мне кажется, что мы уже достаточно накопили ресурсов и можем уже потихоньку размещать. Нет, всё-таки давайте дождёмся, пока у нас утро настанет, потому что я боюсь, я очень боюсь ставить шахту ночью, потому что могут прийти зомби сразу же и уничтожить её. Я даже ничего не успею поставить. Поэтому, я думаю, лучше вначале дождёмся мы утреца. Если кто не помнит, шкала, шкала, где показано день и ночь, находится вот здесь, внизу слева. То есть, мы видим, там есть фиолетовая полоска и есть жёлтая полоска. Фиолетовая полоска показывает, где у нас ночь, жёлтая, где день. И будем здесь уже развивать базу. Почему здесь? Потому что, смотрите, как много ресурсов здесь находится. Вот, и давайте сразу расставлять генераторы, которые добывают нам золото. Ага. И вот она, кстати, новая башенька. Та-та-та-та-та. Давайте мы её поставим. А, её, кстати, можно ещё крутить. Смотрите, на R можно её крутить в разные стороны. То есть, нужно вот эти колючки разместить там, где будут у нас идти зомби. Только, 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 только. Давайте всё-таки вначале поставим всякие пушки. Потому что они стреляют далеко и очень мощно. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Можно просто на разных углах всё разместить. Так, у нас чего-то не хватает, что ли? А, нет, всё хватает. Так, вот сюда вот. Вот, 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 вот. Уже похоже на правду. Дальше мы можем ставить... О, вот у нас, смотрите, первая волна уже пошла. Но это легко сейчас будет. Мы, кстати, можем развивать нашего пьета, чтобы он мочил этих зомби. И, видите, у него повышается опыт. Вот, 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 кстати, ребята, он уже стал вторым уровнем. Я не знаю, его можно как-то тут развивать вроде бы ещё. Да, вот, только нужен седьмой уровень, по-моему, для этого. Так что будем просто ждать. Вот, и давайте дальше расставлять наши башеньки. И, кстати, чтобы побыстрее ресурсы нам добывать, мы сейчас прокачаем кирку. Вот, мы можем прокачать на второй уровень пока что. И уже будем добывать на одну единицу больше. Так, у нас уже вторая волна пошла. Смотрите, мы можем прокачать сразу копьё. И бить потихоньку уже зомби. Так, ой. Ой, ребята, я что-то... Что я сделал? Что я сделал? Зачем я это сделал? Я, короче, случайно нажал на двоечку. Я думал, что переключать оружие можно с помощью циферок. И вот, случайно разместил здесь стенки. Это всё случайно вышло, но ладно. Сейчас мы это всё дело уберём. Блин, это ж мне придётся сейчас всё это удалять. Блин, здесь нельзя удалять сразу всё. Придётся по одной этой единице тыкать. А, ладно, пофиг. Пускай будет, потому что зомби здесь же ходят. И поэтому они могут сломать это всё дело сами. Без меня справятся. Так что давайте мы дальше купим уже кирку новую. Дальше мы купим. Что ещё мы купим? А, мы давайте будем дальше уже расставлять все эти башеньки. Так, это сюда, это сюда. Я всё расставляю очень так стандартненько, по-квадратненько. Но можно расставлять иначе. То есть, кто-то делает посередине дорожку, например. Чтобы можно было ходить. Но я любитель простого. Чтобы всё можно было сделать быстро, просто и с любовью. А, кстати, у нас тут свисток ещё есть. Если мы потеряем пета где-нибудь, то мы можем посвистеть ему. Как видите, я пока ещё не ставил стенки даже. Зомби не такие сильные. Можно спокойно убивать. То есть, даже пет их может убивать. Давайте ему дадим всех тут поубивать, чтобы он прокачался у нас. Вот третий уровень уже. Смотрите. Прокачивается, прокачивается. Так что, пета прокачивать полезно. Полезно, очень полезно. Давайте, кстати, купим сразу... Так, защиту можно купить. Вот эти все зелья лечения. Потому что они очень важны. Одну сюда. Другую сюда. Поворачиваем её направо. Один разик. Ставим сюда. Давайте ещё одну сюда поставим. Дальше давайте повернём её налево. Поставим её куда-нибудь сюда вот. Вниз поставим. Здесь тоже мало башенек у нас. Всё вроде бы, да? А, нет, ещё одна. Смотрите, у нас ещё одна. Можем ещё где-то разместить одну. Давайте разместим её... Давайте разместим её внизу. Вот здесь вот. На всякий случай. Да, вот здесь вот лучше. Вот. И уже всё. А, нет, всё, ребята, всё. То есть, мы все уже башеньки разместили тут. Я, правда, не знаю. Вот если поставить здесь стенки чуть ниже. Будут ли эти башеньки срабатывать, я не знаю. Так что, давайте один раз проверим. Если не будут, то уберём эти стенки. Вот так вот один слой просто разместим сейчас здесь. Опачки. Вот так вот. Отличненько. Вот так вот. Можем здесь просто вот такой квадратик сделать. Отличненько. Так. Кстати, можем потихоньку уже прокачивать нашу базу на второй уровень. Потому что, когда мы прокачаем её, мы можем прокачивать дальше башеньки. Чтобы они причиняли больше урона зомби. Это очень важно. На самом деле, мы можем дальше прокачивать нашу кирку. Нейт Мейт. Нейт Мейт у нас на первом месте находится. У него 55-я волна. Я, кстати, не знаю, по какому принципу сейчас идёт сражение. То есть, ПВП. То есть, если раньше можно было просто из всех из лука расстрелять издалека. То сейчас уже нет. То сейчас уже вроде какие-то есть ограничения по уровням. Давайте их как-нибудь обзовём. Например, поршни. Работают ли поршни на близком расстоянии со стеночками. Всё, ребята, у меня полностью база прокачана на второй уровень. А, да, работает, ребят. Работают поршни у нас. Просто замечательно. Поршни у нас справляются. Видите, я уже прокачал алмазную кирку. И мы можем добывать по 3 единицы дерева, камня и очень быстро бить. Главное, чтобы Пет прокачался, потому что уже 8-я волна, ребят. Это значит то, что скоро придёт уже босс. О, ребята, у нас Пет-то прокачался вроде как уже. Да, всё. 100 токенов он забирает и прокачивается в следующего Пета. А, у нас нету токенов. Пета-то я прокачал, а вот где взять токены, я не знаю. Давайте посмотрим. Вроде как здесь есть вот эти красные-красные-красные рубины. Это вроде руда такая. Ну вот, они такие красные. И около них стоят защитники, охранники, демоны. А вот-вот вы, кстати. Ну-ка, раз, два, три. Отличненько, убиваем, убиваем, убиваем. И ничего не получаем, потому что они не дают токенов. Мне нужно 10 тысяч золота, чтобы прокачать базу на следующий уровень. Может быть, кстати, за босса дадут токены. Давайте попробуем его убить. Вот, кстати, у нас босс уже появился. И Пета его бьёт. И я его бью. И башеньки начинают бить его. А, нет. Нет, нет. Ты не пройдёшь. Не пройдёшь. Всё. Убили его. Он тут сломал немножко стеночек, но это не проблема. Всё. Так и так. Восстановили стеночки. А, да, действительно, дают токены за убитого босса. Замечательно. Прокачиваем наше Пета. Ха-ха. И Пета у нас уже следующего уровня. Такой серенький. Железненький. И смотрите, сколько золота мне дали за этого большого босса. Офигеть. Мы можем сразу всю базу нашу прокачать сейчас. Полностью прокачать. Как экзибит. Прокачивать тачки. Ой, что-то удалил я. Что-то я удалил. Кривые у меня слишком руки. Давайте поставим обратно вот это всё. Кстати, напишите, ребят, зачем нужны вот эти вообще красные руды. Я не понимаю, как добывать с них. По идее, с них можно как-то добыть токены, но я не знаю как. То есть, там стоят эти демоны. Там можно только прокачивать нашего Пета вот этого. Всё, ребят. Мы всю базу прокачали уже на четвёртый уровень. Сейчас нет смысла прокачивать базу, потому что мне дадут много золота именно за босса. То есть, стоит немножко подождать. Я вообще бомбу даже и не покупал. И вам тоже не советую бомбу покупать. Она хоть и действует на большое расстояние на всех зомби, но всё-таки копьё поэффективнее будет. Особенно, если ты стоишь в дверях и бьёшь всех зомби из дверей. Так, и вот у нас зомби. Ну, зомби, смотрите, вообще близко даже не могут подойти. База просто всё делает сама. И ей не нужна никакая помощь от меня. А да, ребята, то есть, улучшение Пета не отбирает токенов. А, отлично. Прокачали мы Пета, он стал более таким человеком. Он уже не серый у нас. Одному мне легче играть, чем с командой. Я не знаю, с чем это связано. Либо с тем, что у меня команда была, раки. Либо я там тупил много. А вот он, вот он, вот он, вот он. Давайте мы его будем бить уже. Так, бьём, бьём, бьём. Видите, он стенки так нормально ломает уже. О, крушит, ломает. Хотя нет, нормальненько. Слили. В принципе, это было легко. Он всего лишь одну стеночку только слил у нас. И мы с него, смотрите, сколько добыли золота. Офигеть, как много. Давайте сразу прокачаем базу, потому что мы можем сейчас прокачать все наши шахты на алмазные. И добывать больше, 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 больше золота. Не, ну это хорошо, то что я сейчас улучшил на алмазную базу, потому что, смотрите, сколько здесь добывается золота. Значит, на золотой базе у нас добывается 15 золота в секунду. На алмазной у нас добывается 25 золота в секунду. То есть, в два раза больше. Так что не говорите мне то, что нужно было улучшать всякие инструменты. Это всё фигня на самом деле. Улучшаем базу, и всё будет хорошо. Ну, я вам скажу, конечно, вот эти башеньки, новенькие, они наносят много урона. То есть, смотрите, мы можем даже посмотреть. Она наносит 1000 урона. Тем временем, как обычная пушечка наносит, 150 урона. Видите, какая она сильная. То есть, она сильнее в 10 раз. Представляете? Ух, вы готовы? Я готов. Кто не понял, я не понял. Где у нас босс? Он, мне кажется, сверху появится где-нибудь здесь снова. А, нет, он внизу появился. Ребята, он внизу появился. Какой неожиданный поворот. Вот это поворот. А, мы его легко убиваем. Смотрите. Я думал, он будет сильнее. Но нет. Очень быстро мы его убили. И 50 тысяч золота он дал. Ну, тоже неплохо. Кстати, ребят, кто не знал, здесь можно атаковать автоматически. То есть, жмём левую кнопку мыши. Держим буквку B. То есть, магазин. И всё. Отводим мышку в сторону. И идём пить чай, например. Это такой вам лайфхак для тех, кто хочет отойти ненадолго. И бить одновременно ресурсы. Так. И дождался я, наконец-то, когда у меня появится 100 тысяч золота. Давайте прокачаем базу. И она у нас стала уже рубиновая. Просто замечательно. Это значит то, что мы прокачали базу нашу на последний уровень самый. Это хорошо. Так. И давайте потихоньку улучшать генераторы. Правда, тут требуется очень много золота на них. И... И, ребята, он становится золотым. Золотой Карл. Золотой Карл с алмазными инструментами. Фух. Ребята, готовы? И я готов. Давай. Давайте босса мне. Вот он сладкий. Давай, Пет, убивай его. Хе-хе. Смотрите, как ему сложно уже пробиться через наши стеночки. Не-е-е. Не-е. Не пройдёт, боссик. Не пройдёт. Смотрите, он даже ни одну стеночку нашу не разбил. Ха-ха. И мы с него получили очень много золота. Замечательно. Опачки, ребят, у нас зомби покраснели. Видимо, засмущались немножко. А, да, ребят, я забыл сказать, чтобы вы написали в комментарии ваши рекорды. То есть, до какой волны вы смогли прожить. Посмотрим, кто из нас рекордсмен больше. А вот и он, да. Босс у нас появился. Ну, на самом деле, не такой он сильный. То есть, он сейчас сломает мне стеночку и умрёт. Да. Мы его легко убили. Вот, и благодаря ему я уже могу прокачать все мои построечки тут. Вот эту вот и вот эту вот. Замечательно, ребят. Всё, у меня вся база рубиновая. Что я могу сказать? Игрушка крутая. Я докачался вот до рубиновой базы. У меня сейчас 41-я волна уже идёт. Я не буду, думаю, прокачивать пета дальше. Вот. Потому что это игра для тех, у кого остальные нервы и очень много времени. У меня не так много времени. Поэтому, если вы хотите, чтобы я дальше проходил. То есть, у меня вот 41-я волна. Если вы хотите, чтобы я дальше проходил волны, то пишите в комментарии. Вот. Если будет много комментариев, то, естественно, я буду проходить эти волны. Вот. А с вами был Слит. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok